Ведущие борцы России и зарубежных стран сошлись на соревнованиях во Владикавказе. Там в минувшие выходные проходил третий международный турнир «Аланы». Сколько золотых наград у «Изли домой» вольники из Дагестана, узнаем в материале Курбана Рагимова. 25 стран мира, более 200 борцов. На турнире «Аланы» вольники не только подводят итоги уходящего сезона. Здесь формируется состав на весну 2020 года. Результаты соревнований будут учтены при формировании состава сборной России на чемпионат Европы. От того, схватки на коврах более чем захватывающие. Борьбу в Осетии любят так же, как и в Дагестане. Дворец спорта «Манеж» едва вместил всех желающих. Вход был свободным, трибуны заполнились до отказа, люди стояли даже в проходах. Чем ближе к финалу, тем сильнее накалялись страсти. В отсутствие лидеров тренерский штаб сборной Дагестана рассчитывал в основном на молодежь. Первым о ждании наставников оправдал победитель юниорского первенства мира Ахмед Идрисов. Хасавюртовец проводил лишь второй турнир среди взрослых. Показав зрелую борьбу, ученик Али Исхакова добрался до финала, где уверенно взял верх над призером чемпионатов мира из Монголии Бехбияром Эрденебатом. Как считаешь, за счет чего тебе удалось одержать вот эту важную победу на соревнованиях Аламы? Не знаю, я тренировался, готовился. Нашу скорость, наверное. В голове что у тебя было, когда счет был 2-2 против Монгол? Он ведь цепкий парень. Ну, я думаю, я верю в себя, я выиграл, выйдешь в схватку и вот. Напряженными и зрелищными выдались почти все решающие схватки. В дагестанском финале в весе до 61 килограммов исход предрешил дебют, где Рамазан Ферзалиев оторвался от Абазгаджи Магометова и потом уже сумел удержать преимущество. Рамазан Ферзалиев. Россия Хасавюрт. Пожалуй, самая ожидаемая для местной публики стала победа олимпийского чемпиона Сослана Рамонова. Осетинский борец спустя 3 года спустился в родной вес до 65 килограммов. В схватке за золото он одолел финалиста молодежного первенства мира Курбана Шираева и, похоже, всерьез включился в гонку за попадание на игры в Токио. Самое главное, чтобы наша команда попала на Олимпийские игры, потому что они там опять начинают разводить всякую ерунду. И, к сожалению, спортсмены попадают под эти какие-то политические моменты. Помимо Рамонова своих зрителей порадовали Черемен Валиев, Сосланг Цоев, Хетик Цаболов и Батрас Газаев. Пятибальный бросок последнего и вовсе буквально взорвал весь моножек. Золото в полутяжелом вести, как и ожидалось, увез с собой олимпийский чемпион из США Кайл Снайдер, который, к слову, пообещал своему главному конкуренту на ковряду Рашиду Садулаеву приехать со своей семьей в Дагестан. В страну горы отправились еще две медали высшей пробы турнира «Аланы». Сначала Халил Аминов расстроил публику, выиграв в упорной схватке у Кахабера Хубешты. Этот гул трибун признался потом дагестанец, только придавал ему сил. Ну, я аплодировал, чтобы они не обижались на меня, это спорт, выигрывает сильнейший. Было понятно, что они будут валять против меня, так как я выходил с их земляками, очень хорошими спортсменами, фаворитов, это весь, можно сказать. Я как бы готовился неплохо, провел сбор в ЦОПе, подошел хорошо, в хорошей форме, на каждую схватку настраивался максимально. А затем Магомед Курбанов за две секунды до конца встречи сломил сопротивление иранца Мухаммада Ибрахими. Верил до последнего, верил. Потому что хорошо подготовился до последнего вера. А почему раньше не включался? Настроен был в конце на одну атаку. Как и в предыдущие годы, организаторы учредили для медалистов солидные призовые. Так, чемпионы получили по пять тысяч долларов. Для российских борцов следующим этапом отбора на чемпионат Европы станет Ярыгинский турнир. Он пройдет в конце января в Красноярске. Курбан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Владикавказ.